Новости на Амурском областном телевидении. В студии вас приветствует Валентина Абрамова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. По вине взрослых, с начала года в бытовых пожарах погибло более полусотни человек, 9 из них детей. Объемы производства растут, хозяйства расширяются. Губернатор Амурской области рекомендовал амурским аграриям строить для своих работников жилые комплексы. Очки для незрячих, подводный дрон, высокотехнологичный протез. В Благовещенске стартовала инновационная выставка-конкурс «Амуртехно». Гастрофестиваль, танцы для здоровья, театр мод. В Амурской области идет активная подготовка к выставке-форуму «Россия», который пройдет в Москве. С начала этого года в Амурской области зарегистрировано почти 3000 пожаров, на которых погибло 63 человека. 9 из них – дети. 37, в том числе четверо несовершеннолетних, травмированы. Вопрос бытовых возгораний стал ключевым на пресс-конференции в региональном правительстве. Было отмечено, четверть пожаров от общего количества возгораний регистрируют в жилых помещениях, дворовых постройках, летних кухнях, которые находятся на территории индивидуального домовладения. В этом году все ЧП произошли из-за халатности взрослого населения. На эти пожары приходится 98% погибших при пожарах людей, 100% погибших при пожарах детей и около 82-85% людей, получивших травмы на пожарах. Именно все это приходится на жилье. Основные причины – около 44% пожаров связаны с монтажом, эксплуатацией электроприборов, электроустановок, в том числе и бытовых. Около 42% – это неосторожное обращение с огнем. Около 10% пожаров происходит из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления. На пресс-конференции подчеркнули – 63 погибших в пожарах для Приамурья – это высокий показатель. Практически такой же наблюдался в регионе в 2012 году. Представители профильных ведомств настоятельно призывают жителей области соблюдать меры безопасности, установить в жилом помещении пожарные извещатели. По инициативе губернатора Василия Орлова для определенной категории граждан приборы монтируют бесплатно. Губернатор Приамурья в ходе рабочей поездки в Ромнинский округ рекомендовал руководителям сельхозпредприятий активнее строить жилье для своих работников. В регионе для этого разработана программа, по которой компенсируют 20 тысяч рублей за возведение одного квадратного метра. Также областное правительство оказывает содействие населенным пунктам, где идет комплексная жилая застройка, в ремонте дорог, развитие социальной инфраструктуры. В селе Знаменка глава области ознакомился с работой крупного хозяйства, которое специализируется на выращивании сои и зерновых культур. Маслоэкстракционный завод по переработке бобов мощностью 150 тонн в сутки построили в 2017 году. Он выпускает соевое масло и кормовой шрот. Сейчас здесь возводят дополнительный склад и устанавливают три хранилища. Агропредприятие активно пользуется мерами государственной поддержки, привлекает на практику студентов профильных вузов и СУЗов. Учебный центр – это единственный выход, чтобы в будущем привлечь молодых специалистов, не только дипломированных, но еще и среднего звена. Это механизаторы, это механики, это водители. Мы сотрудничаем с Дальневосточным государственным аграрным университетом и параллельно мы еще ведем очень тесное взаимоотношение у нас с техникумом, с сельскохозяйственным техникумом. Готовую продукцию агрария направляют в Китай и Казахстан. С этого года планируют осваивать рынок Узбекистана. Также продуктивно взаимодействуют с предприятиями Дальнего Востока и Сибири. Также Василий Орлов посмотрел, как идет уборка сои на полях еще одного сельхозпредприятия. В этом году аграрии посеяли 2500 гектаров пшеницы, 48 гектаров ячменя, 114 овса и 23,5 тысячи гектаров сои. Представители компании сообщили, из-за непростых погодных условий уборка сои пока составляет 20%. Ромнинский район – это один из важнейших районов в аграрном плане в нашей Амурской области. На сегодня очень хорошие показатели добиваются многие хозяйства. Понятно, что это не случайность. Работают серьезные руководители, которые вкладывают средства в новые технологии, в технику, в лучшие семена, в большое количество удобрений. И за этими предприятиями будущее. Хозяйство постоянно пополняет свою материально-техническую базу. В прошлом году приобрели более 14 единиц техники общей стоимостью более 115 миллионов рублей. До 2025 года планируют построить вторую очередь зернохранилища с объемом хранения 30 тысяч тонн. Линия для подработки зерна, складские помещения, зернохранилища и административно-бытовой комплекс. Денис Блащук, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. После посещения ряда объектов в Ромнинском округе губернатор Василий Орлов традиционно провел встречу с жителями. Вопросы, которые интересовали амурчан, касались ремонта больницы, наличия медиков и диагностического оборудования. Также затронули тему сохранения памяти героев Великой Отечественной войны. Состоянию и ремонту дорог уделили особое внимание. Какие поручения даны? Первое, по улице Советской. Сегодня мы посмотрели, там не все хорошо, на самом деле. Первое, значит, там необходимо установить свет. Такое поручение Минтрансу дано. Второе, значит, мне не понравилось о том, что в проекте не предусмотрены ни места для контейнерных площадок, ни съезды для жилых домов. Значит, это на будущее надо Минтрансу учесть. И при проектировании подобных объектов, соответственно, эти вещи надо обязательно учитывать. Значит, теперь по поводу стратегии. Вы знаете, что у нас есть программа региональная по переводу в асфальтовое покрытие дорог, которые транзитно проходят через населенные пункты. В Знаменке надо эту дорогу делать. Однозначно, чем раньше, тем лучше. В следующем году нужно эти работы выполнить. Очки для незрячих, подводный дрон, нейробраслет. В Точке кипения Благовещенска проходит инновационная выставка-конкурс «Амуртехно». Более 70 собственных разработок представили дети и взрослые со всей области. Чем удивляли собравшихся амурские изобретатели, расскажет Ирина Батина. Я пришел сюда с проектом «Памп-агрегатор». Представляет себя модульный протез ноги для людей с короткой ампутацией выше колена. Имеет широкий ряд настроек коленного модуля, ступни. И есть возможность регуляции высоты. По ширине, высоте и даже углу наклона можно настроить протез, который придумал школьник из свободного. Над своим изобретением Станислав Мирошник работал полгода, вместе с руководителем изучал проблемы инвалидов. В результате родилось высокотехнологичное устройство с возможностью настроить искусственную конечность под особенности человека. Сама тема протезирования довольно хорошая и полезная в общественности. И мы хотели создать что-то такое инновационное, прорывное, то, чего вообще не было и то, что должно невероятно помочь людям. О своей разработке амурский школьник рассказал губернатору, а на суд широкой общественности только планирует представить. Другие две инновации свободницы уже успели побывать в Индонезии на международном конкурсе. Защитная капсула взяла серебро. Именно этот экземпляр защищает от землетрясений, от завалов, а также можно адаптировать под разные потребности. То есть ее можно адаптировать под корабельную шлюпку, капсулу интенсивной терапии или же для изолированной транспортировки людей в тяжелом состоянии. Капсула автономная, компонент созият из холодильника, биотуалет, два аккумулятора, чтобы это все запитать, кислородный баллон и мусорный контейнер. Свои изобретения представили взрослые новаторы, например, цифровые сервисы для оказания первой помощи в виде нейробраслета, брелока и одежды. Также Благовещенск привезли разработки для космической, газовой и Т-отрасли. Всего в предварительном отборе участвовали более 70 проектов по 9 направлениям, в финал вышли 13. Мы отслеживаем не только судьбу победителей, но и судьбу всех участников. Мы продолжаем с ними работать. В рамках инновационного центра мы оказываем сейчас конституционные услуги по грантам федеральным для них. Мы сопровождаем эти проекты и помогаем ребятам, чтобы они могли с помощью нас оформить эти гранты правильно и получить финансирование уже федеральное. Дополнительно к этому мы, конечно, продвигаем эти проекты не только в регионе, но и за его пределами. Стараемся как можно чаще рассказывать, показывать проекты ребят на различных мероприятиях. Несмотря на то, что мероприятие проводится для амурчан, в этом году хабаровчане приехали на разведку со своими идеями. Оценивают представленные проекты специалисты Сколково, платформы национально-технологической инициативы. Вторая часть Амуртехна была посвящена деловой программе. Здесь презентовали открывшийся центр поддержки инноваций, рассказывали о возможностях. Цель центра – создать единое окно. Вы приходите к нам, мы первое даем вам консультацию по вашему проекту, подбираем необходимые меры поддержки. На сегодняшний день совместно с коллегами из Минэкономразвития мы составляем карту поддержки таких проектов инновационных, подбираем вам меры поддержки. В общем, самое сложное, на что уже сейчас есть запрос, это мы поможем вам упаковать, то есть правильно создать, подобрать документы для подачи заявки на получение гранта, для того, чтобы ваш проект получил финансирование. Победители Амуртехна получат денежное вознаграждение. По словам губернатора Амурской области, необходимо поддерживать творческую мысль изобретателей, помогать внедрять проекты в родном регионе. В этом глава области видит задачу региональных властей. Вы знаете, что у нас регион очень интенсивно развивается и по целому ряду новых, принципиально новых для нас отраслей, в частности и по газохимии, и по космосу. То есть 10 лет назад ничего подобного в Амурской области не было и, конечно, эти направления экономического развития создают предпосылки для подобных разработок. Сегодня целый ряд проектов был представлен именно по этим сферам и, на мой взгляд, это очень перспективно. Ну и, кроме того, конечно, здесь представлены традиционные для нас отрасли экономики. В первую очередь, это сельское хозяйство и переработка пищевой продукции, это логистика, транспорт и многое другое. Но еще раз хочу подчеркнуть отдельно, газохимия, газопереработка, космос – это будущее экономикой Амурской области. Инновационная выставка-конкурс Амуртехна проводится 13 и 14 октября. На второй день для посетителей приготовили мастер-классы по управлению дронами, созданию роботов, сувениров. Организовано мероприятие агентством по привлечению инвестиций при поддержке правительства Амурской области. Ирина Батина, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. В преддверии Всероссийского дня отца, который отмечают 15 октября, в Амурской области провели ряд мероприятий. Среди них конкурсы на лучший рисунок, школьные классные часы, концерты. Кроме этого, глав семейства чествовали во всех отделениях ЗАГС. Во дворце бракосочетания, который расположен в Благовещенске, собралось пять отцов. Почти все в сопровождении своих семей. Представителям сильной половины вручили благодарственные письма от губернатора Амурской области Василия Орлова. Задача, конечно, наша, прежде всего, рассказать о таких отцах, которые являются примером для наших амурчан, для наших будущих отцов, настоящих, которые не совсем исполняют свой долг надлежащий. Ну и, конечно, самое главное, показать, что значение мужчины в обществе по-прежнему очень-очень высокое. Гастрофестиваль, выставка народных мастеров, туристический и деловой потенциал при Амурье готовится к участию в Международном форуме «Россия». Он пройдет в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Наш регион представит большую программу, которая раскроет социально-экономический, туристический, культурный потенциал области. Что именно презентуют амурчане в рамках проекта «Активное долголетие» расскажет Ирина Батина. Шаг, поворот, шаг, поворот. И так, десятки раз за вечер в свободное время обычные горожанки, учителя, врачи, пенсионеры вырабатывают модельный поход, учатся правильно позировать, держать лицо. 10 благовещенок, 30 плюс в составе театра моды готовятся представить Амурскую область на выставке «Россия». Коллекции, которые мы везем, это коллекция кружева, которая уже имеет оглушительный успех на многих мероприятиях. Созданный по мотивам городского костюма женского конца 19-го, начала 20-го века. Это первая коллекция. Вторая коллекция – это «Русский акцент» дизайнера Светланы Черемных. Мы с ней плотно работаем и покажем ее вторую коллекцию. И третья коллекция, мы создаем ее специально к форуму. Это продолжение темы русского костюма, над которым я уже неоднократно работала и с детьми, и с подростками. И сейчас мы решили сделать такую же коллекцию на категорию 55+. Группа непрофессиональных моделей «30 плюс» в Благовещенском театре моды появилась в 2018 году. На ее счету открытие недели моды в Китае, шоу российских дизайнеров в Пекине. С момента рождения до сих пор такой формат работы с возрастными женщинами является уникальным для всей страны. Еще один амурский эксклюзив, который представят на международном форуме в Москве – «Танцы для здоровья». Начинаем с правой ножки вперед. Пошли. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Десять лет назад Сергей Дуганович увидел, как в Китае прямо на улицах танцуют пожилые люди, решил воплотить этот опыт в родном Благовещенске. Вместе с несколькими знакомыми первый раз вышел на набережную в 2013-м. Теперь его женский танцевальный батальон – более ста человек. Я хочу сказать, что не только укрепляются мышцы тела, не только уменьшается вес и стабилизируется давление, но еще самое важное – у танцующих очень хорошо развивается память. Она нам сегодня очень нужна. Человек после танца даже не чувствует той усталости, которая была до танца. В сады ездили, на работе были, пришли, танцевали. Один танец, второй – полтора часа на танцевальной площадке, и как будто бы заново родился. Сначала было вроде страшно. Девчонке это вроде как привыкло. На людях-то вот это все танцевали. А вот это как? Выйти из себя вот так вот туда, на набережную, вокруг люди. Ну а потом все привыкли, и просто уже кажется, что ты выходишь на сцену, и так радостно. Благовещенская группа «Танцы для здоровья» положила начало областному танцевально-оздоровительному движению «Серебряный возраст». В этом году 26 клубов провели первый региональный фестиваль «Серебро Амура», на который собрались почти 400 возрастных танцоров. В региональном Минсоцзащите рассказали, что наш опыт работы с пожилыми людьми будет представлен на экспозиции Минтруда в рамках форума «Россия». Пока с театра моды и танцев для здоровья – часть презентации. Будут лекции про деменцию, по школе ухода, так как у каждого из нас есть в любом случае пожилые родственники, чтобы граждане понимали, что когда случается какая-то ситуация, они не остаются одни, что есть те, кто могут помочь, есть способы, чтобы люди не терялись. Другая будет посвящена школе ухода за пожилыми людьми. Напомню, Международная выставка «Форум России» откроется в Москве 4 ноября. В павильоне ВДНХ представят свою экспозицию и Амурская область. Ирина Батина, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Быстрое течение, каменистое дно, пороги 300 метров в длину. В мае этого года группа амурчан из 15 человек совершила сплав по таежной реке Салакачи, которая расположена в юго-восточной части области, является левым притоком реки Архара. Фильм о путешествии снял и смонтировал амурский оператор Илья Тян. Салакачи, по которой амурские туристы совершили сплав, берет свое начало во строгах хребта Малыхинган и течет в северном направлении. Отмечается, река не населена, хотя вдоль нее встречаются строения охотников. Салакачи впервые я был в 1984 году. Мы делали так называемое туристическое первопрохождение, описание сделали. Сейчас эта речка удобна тем, что она достаточно транспорта досягаема. Категория сложности и двойка с элементами тройки, четверки, вот так вот. То есть это великолепная тренировочная, в общем-то, речка, на которой можно тренироваться для того, чтобы идти в геопоходы. Кроме того, здесь в Архаринском районе, здесь очень красивая местность, здесь интересная природа. Часто мы встречаем здесь диких животных, изюбров, вчера, например, изюбр вышел. Интересные объекты есть, вот сегодня мы писаницу посетим. Работу амурский оператор Илья Тян представил на всероссийском конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Проект инициирован полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Цель – показать самые красивые места Дальнего Востока, а также людей, которые путешествуют сами, могут показать округ и привлечь туристов из других регионов. И на сегодня это была вся информация. Оставайтесь в курсе событий с Амурским областным телевидением. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова